всем привет привет мои дорогие любимые подписчики гости моего канала добро пожаловать на мой канал diamond dream но что мои дорогие вчера мы дали передышку нашему мужчине нашему партнеру и сегодня будем опять смотреть наш ежедневный расклад на тему что происходит в его жизни прямо сейчас использовать будем колоду таро безумной луны посмотрим что меняется сейчас его жизни какие энергии его окружают какие мысли о вас сейчас какие эмоции испытывает что вообще там у него происходит все как обычно по нашему обычному плану вам нужно визуализировать вашего мужчину представьте его вспомните назовите его имя настройтесь на него и будем надеяться что карта таро покажет именно вашу ситуацию конечно же расклад общий но если вы понимаете что ситуация резонирует во многом процентов 70 в общем раскладе это просто великолепно информация подходящий вам если понимаете что резонирует ситуация смотрите дальше если разговор вообще не о вас уж не обессудьте на общем раскладе так и бывает что возможно вы не попали в свою ситуацию может быть вам просто интересно будет посмотреть расклад для того чтобы выслушать какие-то важные подсказки психологического характера чисто для себя напоминаю что если вас интересует обучение 2 вам импонирует моя энергетика мои расклады пишите пожалуйста мне на ватсап слова обучения я свяжусь с вами и расскажу о моем обучающем курсе благодарю вас мои дорогие за донаты за лайки за комментарии за спонсирование низкий вам поклон благодарю вас и так что происходит его жизни прямо сейчас колода таро безумные волны на тот момент когда мы смотрим с вами расклад человек может отдыхать либо приболел не очень хорошо себя чувствует либо может чувствовать себя опустошенным энергетически но вообще очень часто человек именно отдыхает как раз на тот момент когда вы смотрите расклад если же допустим эта информация к вам не относится то здесь человек да и для многих других здесь этот человек может не делать каких-то активных шагов и вообще ваше отношение по четверке мечей посмотрите на этот аркан здесь сущность как бы отдыхает ничего не происходит все стоит на месте луна месяц вернее светит с небес на этого человечка давайте так его назовем но все спокойно все тихо человек спит либо возможно знаете у него один глаз бодрствует второй спит но тем не менее ничего не происходит вокруг этой сущности вокруг ситуации может быть еще и так и конечно этот аркан может говорить о том что в принципе в его жизни сейчас никаких активных прямо сейчас никаких активных перемен не происходит вполне возможно именно потому что он отдыхает либо спит либо ну как-то вообще устал давайте посмотрим поподробнее все-таки какие перемены там у него что вообще происходит и меняется ли вообще что-то в его жизни какие энергии уходят в прошлое сейчас давайте так спросим в таком формате и что вступает в силу что меняет каким энергии прошлой энергии меняются на настоящее будущее какие энергии приходят в его жизнь одна другой не лучше и не легче что происходит его жизни прямо сейчас ухты и надо же о девочки ну тут у мужчины происходит конкретные какие-то кардинальные изменения в его чувствах и даже возможно в семейном положении потому что у нас вышли такие арканы что может быть здесь поскольку расклад общей конечно ситуации может быть множество разных но давайте начнем с того что кто-то может двигаться к разводу допустим может состояться развод у кого-то состоялась какая-то ситуация с партнером со своим что вот ну вот все рухнуло рухнули надежда рухнули какие-то мечты рухнули какие-то иллюзии допустим да кто-то возможно решил выйти из отношений кто-то возможно в принципе отдалился от своего партнера но это произошло как-то резко как гром среди ясного неба произошло какое-то отдаление эмоциональное ментальное в общем здесь может быть множество вариантов но смысл один то что касается его чувств и его если он допустим женат к примеру да и причем это может быть ваш муж либо не ваш муж но это касаться может быть семье и вот здесь произошли какие-то изменения в плане что он если рухнули отношения допустим человек может остаться один к примеру либо если тут еще может быть момент такой что не обязательно это отношение с женщиной а в принципе какие-то резкие перемены связанные с его семьей здесь нам не показали даму какую-то королеву либо еще кого-то в принципе арканы связаны с любимыми людьми семьей возможно это родственники какие-то некие очень конкретные и неожиданные какие-то перемены у кого-то не дай бог тут может быть потеря как кого-то из родственников либо разрыв отношений с кем-то из родственников либо близких людей здесь могут быть отношения с родственниками а могут быть отношения с людьми близкими его сердцу либо с каким-то одним конкретным человеком допустим с любимой женщиной либо с женой либо ну вот с каким-то важным его сердцу человеком. И эти энергии – это то, что происходит сейчас. То есть это вчера, сегодня, завтра. Где-то так. Так что он в таких энергиях, очень сложных. Я не могу сказать, что они какие-то катастрофические, что это потом приведёт к чему-то ужасному в его жизни. Потому что по башне перемены, те, которые происходят, они в принципе необходимы. То, что происходит по башне, это нужно отметать и двигаться вперёд. Если, допустим, это расставание с любимым человеком, значит, нужно просто сделать соответствующие выводы. И если он поймёт, что он хочет дальше быть с этим человеком, строить всё по новому сценарию. Если же понимает, что всё уже не хочет он быть там, в тех отношениях, значит, закрывать уже эту дверь и начинать что-то новое. Что уходит из его жизни и что приходит? А вы знаете, одно другого, так сказать, не легче. Часу-часу не легче. Потому что уходят из его жизни очень сложные энергии, вражды, предательства, каких-то нечестных действий, каких-то выяснений отношений на повышенных тонах. Какие-то вот такие вещи нехорошие с кем-то у него происходили. Натянутые отношения, как струна, которая вот-вот может лопнуть. Но приходит на... Кстати говоря, вполне возможно, что кто-то у него за спиной плёл какие-то интриги. Возможно, в отношении этого человека совершались какие-то не очень хорошие поступки кем-то. Но приходит энергия по семёрке жезлов, как будто сейчас идёт в его жизни такой период, когда ему нужно будет бороться за что-то. За свои права, за свою точку зрения, может быть, за отношения, за любимого человека, там, за каких-то дорогих его сердцу людей. Либо какие-то такие обстоятельства, за которые ему придётся вести очень жёсткую борьбу. Так что энергия здесь... Почему я и сказала, что час от часу не легче. Но поэтому аркану по семёрке жезлов здесь нельзя сказать, что прям плохой аркан. Нет, он, в принципе, всего может... Всё может порешать, всего добиться того, чего хочет. Но энергия сложная достаточно сегодня вышли. Давайте посмотрим, есть ли мысли о вас сегодня. И если есть, то какого порядка эти мысли. Посмотрим. В общем, смотрите. Я не могу сказать, что этот человек сегодня полностью занят мыслями о вас. По какой причине? Полностью вся его голова, все его мысли, все его стремления заняты какими-то вопросами по работе, по его материальному положению, по его каким-то... Ну, в общем, честно говоря, вся пентакливая энергетика. То есть денежная материальная энергетика здесь не показали мысли о вас на самом деле. Единственное, здесь могут быть мысли о вас в том случае, если вы с ним связаны либо по работе вместе, либо у вас какие-то материальные взаимоотношения с этим человеком. Если же этого нет как такового, то значит здесь человек этот наш, на которого мы смотрим сегодня расклад, сегодня, вчера, сегодня, завтра, несмотря на вот такие перемены, связанные с его чувствами, любовью, возможно, родственными отношениями или еще чем-то, если, допустим, это касается вас, он все равно сейчас занят, у него мысли заняты совершенно другими делами. Причем именно либо рабочего порядка карьера, либо это что-то связанное с материальным, либо и то, и другое вместе, потому что они очень часто естественно идут рука об руку. Поэтому сказать, что прям вот мысли о вас мне не показали каких-то очень конкретных и глубоких тут мыслей в вашу сторону, потому что он занят своими какими-то важными делами, связанными с карьерой и материальными вещами. Эмоции и чувства к вам на сегодняшний момент. Но эмоции и чувства к вам есть, тем не менее. Человек сегодня отвлечен какими-то вещами материальными, либо карьерными, но чувства к вам и эмоции есть, потому что это рыцарь кубков. Сложно здесь говорить о каких-то глубочайших чувствах и о чувстве долга ответственности перед вами у мужчины, но тем не менее здесь чувства и эмоции к вам красивые. Такие, знаете, с любовью мужчина. Эмоции, можно сказать, я не буду говорить, что это любовь с большой буквы, но то, что романтические чувства к вам мужчина испытывает, это да. Давайте еще посмотрим. Еще эмоции, чувства. Тут жезлов. Ну тут еще очень сильное сексуальное влечение. Здесь в принципе вообще мысли о вас, мысли, чувства, эмоции. Я не буду добавлять никаких арканов, потому что здесь такой посыл идет к вам, что есть и чувства, и есть и сексуальное притяжение, и есть здесь мысли о вас, как о матери, его детей. И допустим, если у вас дети есть либо о том, что вы можете родить ему ребенка, посмотрите, здесь у нас, видите, какой интересный аркан. здесь эта девушка, давайте назовем девушкой ее женщиной, потому что она действительно реально похожа на настоящую женщину. Она держит в руках младенца. Младенца. Вот. Поэтому, да, у него есть и чувства к вам, и есть и сексуальное большое влечение. И в общем-то все это вместе, какой-то такой вот микс горячий очень, из чувства страсти. Поэтому эмоции сегодня интересные у нас вышли. У мужчины, вот сегодня он испытывает к вам такие эмоции, несмотря на то, что прям занятой у нас человек. Разгребает какие-то свои дела. Кстати, если у него, если вот эта ситуация с башней к вам, к примеру, не относится к кому-то другому, к его родственникам, к его каким-то близким людям, то вполне возможно он сейчас разруливает эту ситуацию, связанную с последствиями. Поэтому ему как бы не очень-то до мысли о вас. Так, хорошо. Давайте спросим сейчас этот мужчина, что скрывает от вас. Что скрывает и вам нужно бы об этом знать. А он чувствует вину. Либо перед вами вообще себя укоряет за что-то, что он как-то что-то неправильно делает, возможно, кого-то обижает, может быть, какие-то неправильные поступки осуществляет. И у него угрозение совести. Посмотрите, вот это вот маленькое такое существо, непонятненькое, оно прям грызет ему шею, спину. И сам человек здесь локти себе практически кусает, локоть не может укусить, но он здесь грызет себе кисть руки, ему больно, ему неприятно, ему плохо на душе. И вот этот человечек ему покоя не дает. То есть есть угрозение совести, вполне возможно связанное с вами. Либо вообще в принципе ему сейчас плохо, у него плохо на душе. Просто-напросто. Так что вот это он скрывает от вас. Что он хотел бы сказать, но молчит, что вы прекрасны, что вы в его глазах вообще великолепная женщина. Но он нас до конца не понимает. Он считает, что некая маска все-таки на вашем прекрасном личике надета. Он хотел бы эту маску снять и понять, кто вы есть на самом деле, но считает вас женщиной великолепной во всех отношениях. То есть по этому аркану какая женщина? Она мало того, что самодостаточная, она в принципе очень такая женщина. Как бы правильнее сказать, не могу подобрать правильное слово, но та женщина, которая в общем-то даже не нуждается ни в чьей помощи. Потому что она любую ситуацию может разрулить в своей жизни сама. И для этого ей даже не нужно какие-то активные действия предпринимать, потому что уже все у нее в жизни состояло, все уже как бы пучком, можно так сказать. вот это он хотел бы вам сказать, но по какой-то причине молчит. То есть он понимает вашу самодостаточность, вашу состоятельность. Он хотел бы вам сказать о том, какая вы, но по какой-то причине молчит. Вот так. Что волнует этого мужчину сейчас? Что волнует этого мужчину сейчас? Что его волнует? Какие-то новые начинания. Какие-то есть у него планы, что-то он задумал, какие-то есть, возможно, по работе, может быть, вообще, в принципе, какие-то новые планы в жизни, но он боится, справится ли, а не провалится ли он под этот тонкий лёд, по которому он идёт, вот это его волнует. Он думает о том, хватит ли у него сил осуществить то, что ему необходимо осуществить. Вот так. Давайте теперь спросим следующий вопрос, его мысли о вас, когда засыпает и когда просыпается в эти дни. Мысли о вас, когда засыпает, давайте вот так, почему-то вот так, сказала засыпает, теперь, когда просыпается. А сложные мысли, несмотря на то, что есть чувства к вам, несмотря на то, что вот такое отношение, как вам озвучила, когда просыпается у него мысль, одна борется с другой, светлая мысль борется с тёмной, какие-то такие вот порывы, допустим, сказать вам, что люблю, либо вообще ничего не говорить, либо сказать какие-то не очень хорошие слова, вот эти вот вещи борются друг с другом. Также он думает о том, что вы с ним, в принципе, находитесь в каком-то противостоянии, либо у него возникают мысли о том, что у вас такие ситуации в жизни бывают. Вот, вы по сути сиамский близнец здесь, близнецы сиамские, да, вы одно целое, но тем не менее вы противоборствуете друг другу. Какая-то вот такая ситуация, противоборство у вас присутствует. И когда ложится спать, у него тоже не менее сложные мысли, он закрывается, он как-то весь уходит в себя, и вполне возможно, что может быть он вечером вам и не говорит, спокойной ночи, любимая, я так буду счастлив завтра тебя услышать или увидеть, а наоборот, весь закрывается, весь баррикадируется за своими этими жезлами, и что-то там себе сам думает, перебирает какие-то сложные моменты в ваших отношениях. Но, в общем, сейчас не самый благоприятный период, скажу я вам так. Даже если он проявляется в вашу сторону светло, легко и красиво, ему есть о чем подумать. Он, кстати, может здесь думать о том, в чем вы не правы, в чем он не прав в ваших отношениях, что происходит не так. Вот такие мысли перед сном. Поэтому два аркана вышли достаточно непростых сейчас на этих позициях. Так, следующий вопрос. Как он чувствует себя дома, как у него обстановка дома? Если он живет отдельно от вас, вы живете не вместе. Что сейчас там у него? Императрица. Так, и что это императрица? Что она? Еще. В его жизни есть женщина, и вполне возможно, она либо присутствует в его доме, либо она вообще вот в его жизни присутствует, с которой у него периодически возникают, я не знаю, кто она здесь, может быть множество вариантов. Это может быть его бывшая жена, допустим, теперешняя жена, женщина, с которой он в отношениях, к примеру, сейчас. Либо это может быть мать по императрице, может быть и мать, либо какая-то родственница, которая имеет большое влияние на него. И вот как раз эта женщина, с ней у него периодически возникают какие-то такие отношения, именно периодически. Она как будто ставит его в какой-то тупик, в ступор, и как будто связывает его, как будто оказывает на него какое-то влияние, вы знаете, как удав на кролика, либо факер на змею, да, вот на кобру. Что-то в этом плане. То есть и сейчас эта женщина, она действительно имеет на него влияние какое-то. У кого-то, у кого-то из ваших партнёров, возможно, в его жизни есть вот такого плана, так сказать, женщина, да, с которой он прямо сейчас либо расстался, закончил отношения. Я здесь не обязательно любовные, ещё раз подчёркиваю. Здесь, в принципе, могут быть какие-то отношения с человеком. Он мог закончить эти отношения сейчас, но дело в том, что эти отношения, они по колесу фортуны, то заканчиваются, то он опять начинает общение с этой женщиной. То они заканчиваются, то он опять начинает общение с этой женщиной. И вот именно сейчас мне показывают это как энергетику того, что происходит в его доме. Уж не знаю, смотрите, что там у вас и как. Мне что показали, я вам озвучила. Так, теперь следующий вопрос. Говорит ли он с кем-то о вас, если говорит, то что? Ну, во-первых, он может говорить не с одним человеком, а даже больше, чем с одним. И знаете, ничего определённого. Если он с кем-то говорит, если говорит, естественно, не у всех тут будет так, что он говорит, возможно, и нет. Но у большинства всё-таки он с кем-то говорит, возможно, даже не с одним человеком. Но это либо ни о чём разговор, либо он говорит о том, что он в чём-то не уверен в ваших отношениях. Как будто он что-то выбирает, в чём-то определяется. Может быть, он говорит с кем-то о вас с теми намерениями, чтобы, в принципе, определиться самому, сделать какой-то выбор. Так что вот так. Теперь будет вопрос, следит ли за вами, наблюдает ли за вами, забирает ли информацию какую-то. Интересна ли ему ваша жизнь? Конечно, Королева Пентакля, безусловно, ему интересно. Всё связанное с вашей жизнью и с вашим даже материальным положением и делами, как там у вас складывается, ему всё это интересно. Поэтому сказать, что наблюдает, я не могу сказать, следит как-то там из-за угла. Но то, что его ваша жизнь интересует, это да. И почему-то вышел Пентакля, левая арка, но у нас здесь, возможно, что-то по материалке здесь связано. А может быть, просто его действительно глубоко интересует ваша жизнь. Так, теперь вопрос, если вы с ним в расставании, хотел бы он вас вернуть? Если вы с ним в расставании здесь и сейчас, хотел бы он вас вернуть? Ну, знаете, на самом деле да, потому что это Король Жезлов. Но тут либо какие-то люди участвуют в вашей истории, то есть либо мешают, либо как-то, в принципе, какое-то участие лишних людей. Их не один даже человек, вокруг него какая-то свита. Вот его окружают какие-то люди. И, возможно, они ему мешают сделать какие-то шаги в отношении вас. А может быть, он прислушивается к мнению каких-то людей. Но, в общем, какие-то люди здесь участвуют. Вот какие-то люди участвуют. Поэтому сказать, хочет ли вернуть, он хочет. Но слишком много либо советчиков, либо каких-то, в принципе, людей вокруг него, которые могут влиять на его решение. Здесь есть. Стоит ли вам сделать первый шаг, если вы с ним в расставании, допустим, да? И очень-очень-очень хочется сделать первый шаг. Если да, то какого плана этот первый шаг должен быть у вас? Нет, здесь должен мужчина сделать первый шаг. Нет, сегодня идет вот такая информация. Смотрите, Король Кубков. У мужчины есть чувство к вам, поэтому пускай делает первый шаг сам. Это не ваша энергетика, это не женская энергетика. Можно ли от него ожидать действия в ближайших перспективах? Мы смотрим прямо в ближайшие дни. Ну, конечно, да. Здесь от мужчины можно что-то ожидать. Но имейте в виду, что мужчина эгоистичный. Ему, наверное, скорее хотелось бы, чтобы вы как-то делали первые шаги в том случае, если вы в расставании. Но он все равно понимает, что вы пара. Вы пара. Один раз вы вышли здесь с сиамскими близнецами. Здесь вы не сиамские близнецы, но тоже, по сути, близнецы. Поэтому вы ему нужны. И ваша энергетика нужна. И ваше тепло, и ваша забота, и ваша любовь. Это все ему нужно. Если вы с ним не в расставании, просто спрашиваете, будут ли какие-то действия. Да, здесь могут быть действия. Причем по аркану солнца это хорошее действие. Аркан такой светлый, теплый. Так что здесь мужчина может действовать. Может действовать. Не зря у нас вышел король кубков. Это подтверждающий аркан. То есть мужчина здесь испытывает к вам чувства и эмоции. Поэтому пускай действует сам. Вот так. Какова правильная тактика поведения ваша сегодня в отношении этого мужчины? Смотрите. Десятка жезлов. Во-первых, вам говорят, займитесь вообще своими делами. У вас, по всей видимости, достаточно много либо проблем, либо дел, забот каких-то, которые вам нужно разрулить. Вы и так тащите на себя слишком много. Вам нужно уже разгрузиться как-то и подумать о том, чтобы отдохнуть. А также здесь может идти речь о том, что эти отношения с этим мужчиной вам не даются легко. Подумайте о том, что да, вы как свою ношу тащите, конечно, это все. И даже если вам нелегко с этим мужчиной, вы эту ношу несете, вы ее не бросаете. Ну, просто вот вам показали. Если вы чувствуете, что это так, то значит, вы выглядите, как эта сущность, которая тащит на себя хапку жезлов. Но она их не бросает. Мои же жезлы, я не могу их бросить. Вот вам тут даже не совет, как вести себя, а просто вам показывают, что, во-первых, если есть какие-то проблемы, заботы повседневные в вашей жизни, то займитесь ими для того, чтобы решить их и облегчить, наконец-то, свою ношу. То же самое касается отношений с этим мужчиной. Вы должны понимать, что, вполне возможно, вам показали именно ваши отношения. Много всего накопилось между вами какой-то тяжести. Но вы все равно продолжаете нести эту ношу. Вам решать ее сбросить с плеч, либо донести до места назначения, это ваше право. Но вам показали вот такой аркан. Теперь будет вопрос для тех, кто имеет соперницу, 100% уверен в этом. Кто не имеет соперницу, либо просто себе там что-то гипотетически предполагает смотреть этот вопрос, не нужно. Просто выключайте уже видео, и все это будет заключительный вопрос. Заключающий. Наш расклад. Что у него с соперницей в том случае, если у вас на 100%, на миллион процентов, есть соперница, что у него с ней сегодня, с этой женщиной. Мне уже хочется просто сказать, у них что-то другое выходит, либо сплошные мечевые арканы еще. Если есть дети, здесь могут быть какие-то разборки по поводу детей, то есть у них какие-то несогласия по поводу детей, возможно, материальных вещей, связанных с детьми. Ну, может быть, надо вложиться в дела ребенка, оплатить учебу, либо что-то купить, либо еще что-то. Вот такие вот вещи могут быть связаны. В том случае, если у них есть общие дети. А если же здесь детей нет, то сейчас эти люди находятся практически на ножах, извините, что такое скажу. Но тем не менее, между ними происходят какие-то выяснения отношений, связанные с эмоциями. То есть эмоциональный какой-то накал. Причем вот эта ситуация, она длится достаточно долго. То есть они пребывают в таких энергиях достаточно долго. И нам показывают сейчас именно так. Вчера, сегодня, завтра. Вот такие энергии их окружают. Так, давайте посмотрим еще одну колоду. Смотрите, девушка. Восьмерка кубков. Здесь у нас и девушка. Она, конечно, не так прекрасна в этой колоде. К сожалению, нет прекрасных произведений искусства красивых лиц и людей. Это сущности определенные. Так вот, вот эта девушка, сущность, она понимает, что пора оставлять нечто в ее прошлом и уходить. Смотрите, она как будто разочарована. Она уже отмахивается от этих кубков и говорит, все, пускай они остаются в прошлом, я пойду куда-то вперед и буду искать что-то для себя другое. Вот если вы чувствуете себя в этих отношениях так, то подумайте о том, что, возможно, вам настал момент так и поступить, как эта девушка. Хотя, конечно, это такой аркан, который говорит о том, что как ушла, так и вернуться в любой момент может. Это такой аркан. Возможно, если это не касается ваших отношений с этим мужчиной, то тут может идти речь о том, что, возможно, у вас, в принципе, какая-то назрела необходимость сейчас что-то поменять кардинально в отношениях, потому что у вас обоих перестало что-то удовлетворять, что-то устраивать. Но, в первую очередь, девушку, женщину. Вот такой у нас посыл сейчас идет от дна колоды, от аркана на дне колоды. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад мой до конца. Заговариваюсь уже. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Буду вам очень благодарна за пальчик вверх, за теплый комментарий под моим видео. Если еще не подписаны на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. Нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую и люблю. Желаю всем счастья, любви, добра, всего самого светлого, доброго и прекрасного. И, конечно, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, мои дорогие. До следующего расклада.